Привет! На огромном складе компании «АвтоСтронг» 300 000 отличных б.у. запчастей, а на складе компании «МотоСтронг» десятки отличных мотоциклов по привлекательным ценам. Мы сами привозим их из Европы и продаём с полным пакетом документов. Ассортимент мотоциклов обновляется несколько раз в месяц. Обязательно подпишитесь на инстаграм «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Звоните и пишите в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на все вопросы, снимут видеоосмотр мотоциклов и решат вопрос с доставкой по СНГ. Продолжаем рассказывать о корейских турбодизелях, которые имеют очень хорошие характеристики и надёжность. Итак, сегодня обозреваем двигатель 1,7 ЦРДИ. Встречаем! Этот 1,7-литровый турбодизель относится к семейству Hyundai U и является самым крупным из них. Самый маленький двигатель этого семейства – трёхцилиндровый мотор объёмом 1,1. Старший двигатель появился самым последним. Его представили в 2010 году. Корейские инженеры решили наращивать мощность своих моторов естественным путём, т.е. увеличением рабочего объёма, а не программной форсировкой. Мотор 1,7 ЦРДИ достался моделям Hyundai i40, iX35, Kia Currents, Optima и Sportage. У этого двигателя чугунный блок цилиндров, топливная система от Bosch и цепной привод ГРМ. Многие версии двигателя оснащены развитой системой экологии сажевым фильтром, потому что они соответствуют нормам Евро-5. Этот корейский двигатель сделан без заморочек и сложностей. Серьёзные проблемы создаёт сажевый фильтр. Он неизбежно засоряется, что приводит к частым и неудачным попыткам прожига. А это, в свою очередь, приводит к увеличению объёма масла в поддоне. Уровень масла увеличивается из-за порции топлива для прожига сажевого фильтра, которое просачивается через поршневые кольца. Фильтр засоряется уже при пробеге в 150 тысяч километров. Его и другую экологию владельцы обычно удаляют. Ещё один элемент экологии – это заслонка, которая на двигателях под Евро-5 помогает не только плавно остановить мотор, но и ограничивает подачу воздуха во время прожига сажевого фильтра. Эта заслонка служит без проблем, но она может заклинить из-за обильного слоя отложений во впуске. Сегодня в разборе двигателя Hyundai семейства нам поможет Дмитрий. Итак, встречаем. Мы начинаем нашу разборочку. Двигателю 1.7 ЦРДИ достался турбокомпрессор Garage GTB 1444VZ, такой же, как на двигателе 1.6 ЦРДИ. Геометрия этого турбокомпрессора управляется вакуумным актуатором, а с 2015 года на этот мотор начали ставить другой турбокомпрессор Garage. Там уже геометрия управляется электронным сервоприводом. Систематических проблем на этой турбине не замечено. На моторе она служит 250 тысяч километров. Еще раз напомним, что турбины изнашиваются, начинают гнать масло, гудеть, люфтить из-за проблем с двигателем, то есть из-за проблем со смазкой или же из-за проблем с системой вентиляции картерных газов. Этот турбокомпрессор развалился из-за того, что в него что-то попало и вал развалило пополам. А вот если компрессор неожиданно перестанет дуть, о чем сообщит и пропавшая тяга и ошибки по недодуву, то тогда стоит проверить управляющий клапан пневмоактуатором. Возможно, и обратная ситуация, когда турбина передувает. В этом случае причиной может быть этот клапан или заклинившая геометрия. Нетипичная ситуация. Клапан EGR заклинил полностью из-за обильного количества нагарок, которое собралось в каналах EGR. Клапан EGR этого двигателя и имеет электронный сервопривод. Этот клапан сам страдает от отложений сажа и масла во впускном коллекторе. Заклинивание клапана сопровождается соответствующей ошибкой. Эта проблема решается чисткой клапана, но вместе с чисткой клапана надо провести еще чистку впускного коллектора. Обычно после этих процедур владельцы обращаются к специалистам и решаются на удаление экологии с этого мотора. Двигатель 1.7 CRDI оборудован пластиковым впускным коллектором с вихревыми заслонками. Вихревые заслонки управляются электронным сервоприводом, который связан с осью заслонок пластиковой тягой. Так вот, со временем эта пластиковая тяга соскакивает с шарика рычажка привода заслонок, и тогда заслонки начинают жить своей жизнью. То есть в некоторых режимах двигателя, в которых ему нужен воздух со всех впускных каналов, а не с половины. Никаких ошибок ЭБУ не зафиксирует, потому что датчика положения на оси заслонок нет. Мотор будет просто плохо ехать в определенных режимах. А вот рассмотреть слетевшую тягу просто, а закрепить её придётся творческим способом. Отдельно от впускного коллектора новая тяга не продаётся. И не устанем повторять, что вот такое обилие нагара во впуске это не столько система EGR, сколько усаженная цилиндропоршневая группа. У этого двигателя пластиковая клапанная крышка. Прокладку резиновую под ней приходится менять к пробегу в 200 тысяч километров. Иногда возникает запотевание под датчиком распредвала. Под датчиком есть маленькое колечко, которое отдельно не продаётся, поэтому его придётся подобрать самостоятельно. Под клапанной крышкой мы видим обильный слой гуталина. Но износ кулачков распредвалов не критичен. Редактор субтитров А.Семкин ГРМ-1.7 ЦРДИ В приводе ГРМ двигателя 1.7 ЦРДИ используются две роликовых цепи, у каждой свои гидронатяжители. Менять цепи надо при пробегах более 170 тысяч километров. При интенсивной трассовой эксплуатации цепи служат дольше. Симптом растяжения цепи стандартный – шелест сразу после запуска двигателя. Топливная система двигателя 1.7 ЦРДИ не самая современная, зато надежная и неприхотливая. За формирование давления топлива отвечает ТНВД Bosch CP1H3. Абсолютно беспроблемный. Но иногда при больших пробегах возникает течь топлива по сальнику ТНВД. То есть, если уровень масла в поддоне начал расти или масло начало пахнуть топливом, то тогда надо обратить внимание на этот сальник ТНВД. Электромагнитные форсунки Bosch тоже можно назвать вечными, но некачественное топливо из бочки может быстро прикончить их распылители и седло запорного клапана. В этом случае форсунки будут чрезмерно сливать топливо в обратную магистраль, что в первую очередь отразится на запуске двигателя. Еще один важный элемент этой топливной системы – регулятор на ТНВД. На проблемы с ним указывает отклонение фактического давления в рампе от требуемого. Раз в 100-150 тысяч километров надо поменять огнеупорные шайбы под форсунками. Из-за их прогорания газы не будут попадать в пространство под клапанной крышкой, но проблемы со снятием форсунок гарантированы. ГВЦ успешно перенесла все издевательства. Нагара на клапанах нет, но не образуется он на масложрующих дизелях. Обратите внимание, что пары впускных и выпускных клапанов расположены поперечно. В очередной раз мы видим ситуацию, когда владелец не менял масла. Масло превратилось неизвестно что, перестало смазывать цилиндропоршневую группу. Кольца начали тереть по стенкам цилиндров. Ихон начал исчезать и появился масложор. По дизелям мы это видим по здоровенной корке. Вверху камер сгорания. С маслом на этом двигателе было настолько все хреново, что оно легло гуталином на жировой пояс. Маслосъемные кольца буквально замазаны. Но самое интересное, ни один вкладыш не провернут. Верхние шатунные вкладыши протерты до меди. Нижние коренные – не первой свежести. Ну, и, естественно, борозды на шейках коленвала. Верхние коренные вкладыши выглядят лучше всего. Разборка закончена. Ну, что можно сказать, дизеля у корейцев надёжные. Выдерживают даже вот такие издевательства. Наверное, поэтому они стали настолько популярны в Европе. Отметим, что корейские дизели лучше, чем некоторые корейские бензиновые двигатели. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие подробные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».